Расскажите свое начало учительской в вашей жизни. Значит, в 41-м году закончила институт и по направлению была направлена в Рудницкую школу. Что она из себя представляла? Учитель математики и физики. И директором был Рудник, Николай Прокофьевич. Там я работала три года. Там я пошла на первый рог. А жена его была, Рудник, директором? Или мужчина? Это женщина была. Женщина, да? Конечно, очень было приятно, что дети перерослые, потому что не учили. Только при фашистах начальные классы работали. А я должна идти была в шестой класс. Таких не учили. Там такой возможности не было. И вот дети были взрослые. И там я познакомилась с Владимиром Александровичем. Сереж, сейчас не могу говорить все. Давай попозже. Там у меня создалась семья с Владимиром Александровичем. Он принял мою фамилию. Потому что его фамилию я... Ну, в общем, на полной договоренности. И мы с ним создали семью. А где там школа была в Рудно? А школа, где Рудно, и раньше была почта. Вот против почты было кирпичное здание. Какое? Красное, белое? Не до серого цвета кирпич. Вот. И сейчас нет, по-моему, разрушено. А что было? Большое здание белое такое? Большое, да. Двухэтажное какое-то там. Что там было? Там только школа и была в этом здании. В этом, да? Большое белое здание? Большое белое здание. Возле кладбищей? Возле кладбищей церкви. А, школа была? Возле церкви, да. Там была школа большая. Интересно, фотографий не сохранилось? Никаких Рудно? Я не помню. Наверное, нет. Тогда, знаете, фотографий не было. Ну, вот так, значит. А потом, когда, три года прошло, меня перевели в Сланцы. И я один год, наверное, работала в четвертой школе, учитель математики. А потом Николай Абрамович Степанов меня пригласил, и Николай Васильевич, был заведующим Горано, пригласили меня в пятую школу заучем. Это было, значит, в 54-м году. А кто такой Степанов? Так, подождите, в 51-й, 2-й, 2-й, 3-й, 3-й. Ага, в 54-м году. На завучем, в пятую школу. Я там завучем отработала три года, а дальше стала директором. И до конца своей учительской деятельности я работала там директором. И, знаете, я получаю до сих пор очень добрые воспоминания. Во-первых, со мной были дети, это самое дорогое. А потом дети в то время были все на равных. И потом школа занимала очень важное положение. И были внимательны к школе, предприятия. У нас были добрые взаимоотношения с кирпичным заводом, с доком, с регенератным заводом, с колхозами. Нам помогали, даже шествовали над отдельными классами бригады. Мы, каждое, около школы был приусадебный участок. Воронин Петр Михайлович был учитель биологии, жил в больших полях. Он с удовольствием создавал для детей площадь работы на пришкольном участке. А в летнее время отрядами из школы ездили на работу в колхозы. И вот, как сейчас помню, в Пелише нам даже представили школу как лагерь. Дети классом, кровати, тумбочки рядышком. И работа, питание, и работа на территории совхоза. Это было настолько приятно. До сих пор дети вспоминают, вот это хорошее время. Потому что и коллектив, и физический труд. Это же процесс воспитания. И получила я большую радость теперь, когда я просто встречаюсь со своими бывшими учениками, которые были все на равных, одинаково одеты, одинаково обутые, одинаково накормленные. Только пятерки у кого, пятерки у кого, тройки. А в целом, конечно, я очень благодарна судьбе за то, что я работала с детьми. Когда я закончила работу в школе, а потом, может быть, еще и потому, что я тогда чувствовала, что молодежь на мое место может продолжить еще получше меня. И с удовольствием пошла отдыхать. Но этого отдыха я не получила, потому что работала с Быковой Анной Петровной, с ветеранами. И меня пригласили в соцзащиту работать по обслуживанию пожилых людей. И Тамара Николаевна еще 10 лет работала с другой категорией людей. Это с ветеранами. Вот, а потом совет ветеранов. И до сих пор испытываю удовольствие от того, что я общаюсь с людьми с радостью. Вот так. Спасибо. Так.